Присажетесь сюда, сюда присажетесь. Вы на обмен писали? Писал. А хотите на обмен? Да. В Россию, да? Да. Зачем? Вам это нужно? Для того, чтобы не сидели 12 лет. 12 лет вам дали? Да. Понятно. Меня зовут Владимир, я журналист. Пресс-карта. Записываем как раз вот такие вот видео. Для того, чтобы вас там увидели, ну и забрали на обмен. Ну, если вы их человек, конечно. Скажу сразу, шансов немного. Забирать не сильно хотят. Зато мы сильно хотим выдать. Для этого и пишем. Побеседуем? Давайте. Да, представьтесь, даете ли вы добровольное согласие на запись и публикацию этого видео? Даю добровольное согласие. Все. Теперь понятно. Ну, представьтесь полностью, как зовут, фамилия и отчество, откуда вы, число месяц от рождения. Тур Денис Александрович, 91-го до рождения. Проживал в городе Купенске, Харьковская область. Застегните чуть выше. Низко, ладно, микрофон. Все. Достаточно. О. Купенск. Да. За что вас осудили? За то, что я работал в полиции на оккупированной территории. В полиции на оккупированной территории? Да. Расскажите эту историю. Интересно. Хотите вон водичка? Ну, что, все банально. Война. Работы нету. Прома сокращения. Жить надо было за что-то. Кроме, семью. Возвращался на набор в полицию. Ну, я подал куда-то документы. Это вы рассказываете уже, как вы непосредственно к ним попали. Нет. А вы же работали до этого в украинской полиции, правильно? Нет. А, нет? Нет. А, я-то что-то думал, что вы до этого работали в полицейске. Понял. Дезинформация. А чем занимались в жизни? Перед войной работал на новой площади. Тут в Арке, в Новом Круточке. Когда началась война, поехал в Купенск. Можете все-таки чуть-чуть громче говорить? Потому что вы так прям как-то тихо. Вы не хотите разговаривать? Вас кто-то, ну, заставляет чему-нибудь, да. Ну, говорите нормально, а ну, что вы? Ну, это нормально, раз, ну, я обычно так разговариваю. Ну, ладно. Может быть, не знаю. Если можно, чуть-чуть. Хорошо. Работали на новой площади? Работал на новой площади. Семья? Семья есть. Дети есть? Дети есть. Сколько? Двое детей? Двое. Мальчик и девочка? Две девочки. Я? Вон, говорю. Две девочки. Сколько лет? 12,2. Жена ваша осталась там дома, да? Здесь, в Харькове. В Харькове. Да. И в какой момент Купенск попал под оккупацию? Да сразу в первые дни. В первые дни? Ну, да, я точно иногда не помню. В первые дни попал под оккупацию. А вы пытались выехать? Я здесь, в Харькове был. Я поехал в Купенск в начале марта. А, вы уже поехали в оккупированный Купенск? Да. А почему вы не поехали на неоккупированную часть Украины? Так у меня там семья была. А почему вы не забрали семью? Куда забирать? Куда угодно. Беженцам все-таки помогают. Я понимаю, что не очень густо, но все же помогают. Тяжело. Маленький ребенок, вводи к ребенку, куда-то кататься. Мне кажется, это все-таки лучше, чем пойти работать на оккупантов. Или нет? Лучше, не знаю, там все, там все, дом. Ну, понятно, что дом. Ну, да. Такое. Горе много они наделали, конечно. У многих были дома. Им пришлось их оставить. Ну, куда-то ехать, не сорваю. Сломи голову. Мать, бабушка. Короче, тяжело все. История не терпит слагательных наклонений, да? Вот. Но я задаю этот вопрос не для того, чтобы историю кто-то мне рассказал, да? А для того, чтобы понять больше, к чему, к каким выводам вы пришли. Вот, например, если бы вы знали наперед свою историю о том, что вы получите 12 лет, о том, что, возможно, вам, скорее всего, вам эти 12 лет придется отсидеть. Знали это все наперед? Ваши действия в тот момент? Ну, не знаю, наверное, я бы не ехал в Купенск. А что бы сделали? Либо же просто не работал. То есть работать на оккупационной власти это чревато? Ну, как видите. Я не только это вижу, мне это надо донести до зрителя, до других таких, как вы, которые, может быть, подумают, подумывают над чем-то таким. Это плохая миссия, как думаете? Ну, лично я не знаю, я ничего плохого не сделал этим. Не для Украины, не для народа Украины. Вы работали на оккупационную власть. И? И просто работали на оккупационную власть. Не надо никаких И. Я работал на благо своего рода. Я понял. Нет. Давайте так. Россия вторглась в Украину? Ну. Вторглась. Убивала людей? И убивает? Ну, да. Нет. Я хочу это от вас услышать. Россия убивает людей? Украинцев? Я лично не видел. Я говорю, да. Прилеты в дома видели? Видел. Так. Думаете, это же Украина сама в себя начала лупить после вторжения России или как? Пытаюсь понять. Нет, конечно. Нет, конечно. То есть Россия. Я хочу от вас услышать простую реплику. Россия убивает украинцев. Ну, это война, конечно, убивает. Россия, украинцы, украинцы, Россия и так дальше. Так. Россия убивает украинцев. Россия вторглась на нашу территорию, верно? Мы не ходили в Россию и ничего там не пытались сделать им, да? Правильно? Кто виновник конфликта? Я не знаю. На какую почту это все? Я вас не спрашиваю про почву, политику, геополитику. Я спрашиваю простую совершенно вещь. Вот Украина. Карту видели, да? В своих границах живет себе. Да. Сюда, в территорию заходит Россия. Так? Кто виновник конфликта? Россия. Верно. Россия заходит. Россия виновник конфликта, которая убивает украинцев. Заходит на территорию Украины. Вы идете работать на убийцах. Вы вредите этим как-то безопасности Украины? Нет. Нет. Пусть это останется вашим мнением озвученным. Хорошо, каким образом я повредил? Самим фактом сотрудничества с убийцами вы повредили. И каждый, кто собирается как-либо посотрудничать с убийцами, должен быть информирован о том, что так делать нельзя. Информирование – это, в частности, моя миссия. Как вы думаете, это плохая миссия? Нет, нормально. Что я делаю таким образом, как думаете? Ну, предостережайте. То есть такой, как вы, может не получить 12 лет или даже 15, посмотрев наше с вами видео. Хорошая миссия, правда? Положительная. Да. Я тоже так думаю. Расскажите подробнее о том, как заходила Россия, что вы делали, будучи на своей должности, и как выходила Россия. Как заходила, я не знаю, потому что я в Гарькове был. Да, понял. Верно. Ну, вроде бы, без боя, так дальше. Мирно зашли. Эксгумацию в Азюме не видели? После их мирного захода и выхода? Ну, видел. Сколько же? Это же Азюма, не купается. Катает, просто моя реплика при слове «мирно». Ну-ну. Я говорю, закупил смирно, зашли. Когда работал, мои обязанности было, патруль по городу и все. Патруль по городу? Охрана. Много бандитов поймали, патрулируя. Никого не наивали, просто была задача смотреть за порядком. Вот, как вы думаете, почему, например, в Азюме есть захоронение этих людей с признаками насильственной смерти? Ну, в большом количестве, да? Почему они это делали в Азюме, а в Купинске нет? Почему вы думаете, что в Купинске они этого не делали? Вы не видели, я спрошу по-другому, вы не видели допросов украинцев со стороны россиян? Вы их не проводили? Нет. Вы никого не задерживали? Вообще? Нет, этим занимались военные. Военные задерживали? За что? Нам этой информации не доволи. Не, ну вы должны, может быть, вы в курсе просто сами по себе. Как это происходило? Вы должны были видеть это. Просто вы можете рассказать? Ну, если мы с вами беседуем. Ну, я не знаю, за что они задерживали людей, нам эта информация не только предоставила. Вы признали вину? Да. Зачем же вы признали вину, если вы говорите, что вы ничего плохого не сделали? Рассчитывал на смягчающий, меньше и меньше, кстати, уже применяли. Да, чистое сердечное раскаяние. А больше тут ничего и нет. То есть вы, ну, по сути, вы рассказали правду. Был там-то, устроился в народную, так называемую, милицию. Сколько вы там проработали? Два месяца. Пропатрулировали два месяца. Нормальная зарплата? Хватало тогда. Тогда хватало, чтобы семью содержать, да? Да. Ну, суть ясна. Потом, а как выходит Россия, вы мне рассказали? Не могу тоже об этом сказать, потому что у меня первые дни деоккупации арестовали. В первые дни деоккупации? Если вас арестовали, вас, кстати, СБУ арестовали. Да. В очередной раз высказываю огромный респект службе безопасности. Арестуют, я так понимаю, всех. Никто не останется безнаказанным. Это я для тех снова говорю, кто там собирается пописать что-нибудь там, посотрудничать там с оккупантами и все такое прочее. Если вас арестовали в первые дни деоккупации, значит, деоккупация-то все-таки уже произошла? То есть вы должны были что-то иметь? Ну, 9-го числа деоккупация, 10-го, 9-го, не помню, у меня 10-го, 9-го арестовывают. Когда же там происходят события? Ну, так они когда уходили, они вам сказали, все, мы уходим. Лишь сомнения. Вообще никому ничего не скажали? Не знаю, кому-то не сказали. Ну, оглашали как-то? Нет. Ну, между вами были какие-то разговоры вообще по этому поводу? О том, что не уходят? Да. Просто все патрулировали и патрулировали, как ни в чем вообще не бывало. Ну, примерно. Нет, какое-то количество людей уехало, конечно. Забрали, вернись, мы. Ну, это и дело. Были кадры, как много гражданских машин бегут, те, которые сотрудничали. А вы почему это не сделали? Я не знаю. Вы не понимали в тот момент, что это грозит? Ответственность. Понимал, но не думал, что настолько серьезно. Нестолько серьезно не думал. А вот для того, чтобы стать патрульным народной милиции, вот этих бандформирований, нужно образование какое-то иметь, пройти какие-то первоначальные курсы подготовки. Что для этого нужно? Служба в армии достаточно. Служба в армии и ты правоохранитель? Да. Ну, это в моем случае. Ну, понятно. Почему Россия вас должна забрать на обмен? А почему не должна? Не надо так ставить. Не, ну, они же раз уже взялись за нас, так сказать. Как они говорят, мы своих не бросаем. О, о, вот это вот я уже чувствую. Задор давайте еще. Пусть уже до конца туда идут. То есть, пусть держат свое слово. Раз они своих не бросают. А вы для них свой? Ну. Ну, но если вы на них работали, на оккупационной власти, если вы работали, что мы только что с вами вроде бы выяснили, но вы там остались при своем мнении, я при своем, зритель при своем. Но факт. Работали? Да. Значит, свой? Значит, свой. Россия. Заберите своих. Они нам здесь не нужны. Вы вроде... Они уже где-то спецоперацию начали, чтобы как раз таких, как вы, спасать. Да? Я не знаю. Ну, там Путин говорил о чем-то таком. В результате вот вы просто так, знаете, сидите, мы готовы вас выдать просто без боевых действий, без каких-то проблем. И таких, как вы, десятки. Может, даже сотни. А они их просто не хотят забирать. И все. Что-то тут не то, да, с концепцией защиты. Не могу знать. А если не заберут? Не заберут, так не заберут. Какое у вас отношение будет к России, если вы отсидите своих 12 лет? Когда отсижу, скажу, не знаю. Я был готов к такому ответу, ладно. Не знаю, про мотив я вас спросил. Про историю вы уже спросили, что не сильно разговорчивый просто. Не хотите, да? Да, я че разобрал. Ну, да. Next. Присаживайтесь сюда. Сразу вижу, вы профессор. Как бы шутка такая. Меня зовут Владимир, общаемся про обмены. Писали вы на дне? Ну, вот, собственно говоря, возможность пообщаться и донести до той стороны, что они вас должны забрать. Пообщаемся? Ну, раз я здесь... Не, вы даете добровольное согласие на это общение, на его запись и публикацию последующую? В YouTube в открытый доступ? Да, да. У вас очки такие. Два стекла, да? Ну, минус 12, очень большой минус. Фамилия, имя, отчество, дата рождения откуда вы? Пилеев Владимир Николаевич, 26-го, 10-го, 1981-го года. С города Донецка. В Донецке так и жили все время? Нет, отец там квартиру продал в 2002-м и купил в Макеевке дом. Ну, дом мечтал свой, хозяйство там завести. Ну, Макеевка что же под оккупацией была? Ну, она и сейчас под оккупацией. Да, да. А как вы здесь оказались? Я какое-то время работал там в России, в Казани. 16-го, 17-го, 17-го, вот. И мне в очередной раз не было регистрации, и меня депортировали оттуда. Угу. В конце 18-го года. Она не хотела, и есть граница, Нехатеевка, Оптовка. Вот, и туда не пустили назад. И домой не мог вернуться, в Донецк, там оккупированное. Дней пять побыл на нейтральной стороне, и потом люди подсказали, как доехать до Харькова. А у вас паспорт украинский? Да, книжечка, но старый еще, в 2005 году попустил. Да. Пропустили вас нормально? Ну, пропустили, там были некоторые вопросы, а так нормально. Сел на автобус и приехал, только вот не помню, или на Гагарина, или на Героя. Да. Да. А за что вас осудили? Ну, им показалось, что я изменил родине. Можно почитать? Нужно. Если показалось, то тогда я уже вынужден читать. Нет, почитайте, конечно. П'ятого березня, 22-го року, близько 11-й годин, на виконання попереденню досяднутої домовленості з представником РФ, з псевдонимом таким-то, більш точних анкетних грант ТТТ, за допомогою месежа Трилограм, номер такий-то, надав інформацію про розташування у Салтівському районі міста Харькова бойових машин Град. Військових формувань України, після чого близько 12-е відбулося нанесення артилерійського обстрілу в районі Північній Салтівки. Чуть не так. Ну, от уже, вот это вот. Ну, суть взяла. Нет, так вы говорите, им показалось, а здесь четко написано, когда, куда и что вы навели. То есть, на украинские машины Град вы навели, и в них же прилетело. Вы четко дали координаты украинской военной техники. Ну, правильно. Я имел ввиду, правильно показалось. Это было? Вы это сделали? Вы навели? Как вы это сделали? Расскажите, пожалуйста. В телеграм-канале, вот этот вот под псевдонимом Павел. Павел, да. Он журналист. Ему просто было интересно, что вокруг происходит у меня. А я в той стороне, когда-то на Героев Шронецев снимал комнату. Я знал, что это сторона Салтівки. И вот в течении обстоятельств, когда я рвоту по правую сторону, там такой-то, такой-то, такой-то. Район Салтівки я знал, я там жил. На данный момент, когда я общался, я находился на Одесской, я там снял в гостинке, комнату. Вот. И когда я говорю, там слышу выстрелы, там слышу выстрелы. И потом, когда прописали, я когда уже дело прочитал, и через там 20 минут, там, 14 с чем-то прилетают. И получается, вот что я навел. Если это так расценивать, то это так. Подождите, но вы передали-то на ту сторону координаты? Ну да, вот это. Вот вы передали, и через 20 минут туда прилетело. Ну, я это образно, там, 14 с чем-то было число. А во сколько я там общался, я уже не помню. Или утром это было. Ну, там уже даже... 11 часов 26 минут вы передали. В 12.02, ведь было сананасение от лазарического обстрела. Ну, буквально. Да, буквально 26 минут, короче. Ну, грубо говоря. Ну, все сходится. Сходится, да. Без вас бы этого удара не было. Тут про жертвы написано что-нибудь? Вряд ли, конечно. Нет. Вы читали, да, это подробно? Да, я полтора года читаю это. Конечно знал. Ну. Там только рейс за инфраструктуру и все. Непонятно сколько человек погибло в результате вашей наводки. Но явно что погибли люди. Правильно? Ну, логически, наверное, да. Я не знаю. Меня в тот момент не было там, поэтому ничего не могу так сказать. Ну, а теперь вопрос. Вы когда это делали, сбрасывали эти координаты? Вы думали, вы делаете что и зачем? Ну, не знаю даже, как вам ответить. В любом случае, это не было коростью с моей стороны. Просто кругозор, что там происходит, то-то, то-то, то-то. Все. Это не было как передача координатов каких-то. Тогда потом уже вот так надо было это делать. Деньги получали бы за слив информации? Я вообще их не получал, я информацию не сливал. Проверяли в СБУ, там где меня задержали, мне ни одного рубля на счет, по всем счетам, ну, у меня их и не было. Там, ну, я пумбарская была. То, что я сейчас прочитал, это не слив информации разве? Ну, денег ни копейки не получал. Ну, денег ни копейки не получал, это понятно, но про слив информации тут же ж написано сейчас, вот прочитали. И все проверено через банковские карты. То есть вы реально, ну, хотите, вы реально думаете, кто-то поверит в то, что вы просто делились информацией, то, что видели? Никто не поверит. Я просто говорю, как оно есть. А то, что вот надо, значит, мне говорю, как есть вот здесь. Вот и все. Хорошо. Потому что душу изливать, это не здесь, не в этих местах. Да и никто не просит душу изливать. Хочется понять мотив ваш, зачем вы это делали. Ну, вот поэтому я и объяснил мотив. То, что у меня корость и мотива такого, чтобы я работал за это деньги, получал. Нет. Финансового мотива не было, может, какой-то идейный мотив. Да, какой идейный. И да, я патриот Донбасса. Я это не скрывал и не скрываю сейчас. Чего вы туда не поехали? Украинского, который до 2014 года. Все. Я не отказываюсь и сейчас. Вы считаете Донбасс-то Украин? Ну, я родился и вырос там, конечно. Я ходил в школу. То есть вы против того, что там происходили сепаратистские движения? Конечно, против. Я ни с флагами не бегал, я на заводе работал. В пекарню меня отец устроил потом, потому что завода не стало. Чуть-чуть меняет, как бы, картину. Депортировали меня оттуда, ну, ведь я не знаю. А за что вас депортировали? А мне в очередной раз регистрация, там, каждые три месяца надо было регистрацию делать. Миграционная карта у меня была, а регистрации не было. В Макеевке? В Донецке? Нет. В Казани, в России. Меня же оттуда же депортировали. В конце 18-го года. Нет. А с Макеевки, с оккупированной части Украины вы почему поехали в Казани? Нашел в интернете работу в 15-м году по работе. В 14-м я работал в следствии инструментарщик. В 14-м году, ну, завод закрылся. Меня через отца знакомых отец устроил в пекарне. Я пошел пекарем работать, год хлеб отпек, потому что ночью отпек человек, утром ему деньги давали. Мне на тот момент дочке 4 года было, мне нужны были какой-то дом. Жена у вас есть? Мы в разводе. В 14-м году развелись. Я в интернете нашел эту работу в следствии инструментарщик и поехал туда. Поехали. На Сахалин летал, там на Боровых работали, доразведка, на какой глубине уголь. Короче, вас в итоге из России депортировали? В конце 18-го года. А это никто не проверил, есть же граница. Почему они не проверили тоже? Вы все обманываете по-закарпатски. Вы луфи так говорите. По какому закарпатски? Ну, на закарпатский язык. Меня же там же они арестовали, такой специфический, не чисто украинский, там с какими-то акцентами. А, ну, свой диалект есть. Да, там же и Словакия рядом, и Магерсина, как они называют. Венгер, Венгер. Я понял. Я одного не понял. Как для человека, который за Украину вроде. Ну, я патриот Донбасса, потому что я там родился, я никуда не... Вы патриот Донбасса в составе Украины? В составе, до 2014-го. Вам нормально жилось до 2014-го года? Вообще отлично. Я работал... Потом в 2014-м году туда пришел Рузский мир, вот этот? Ну, в мае, да. Да? В апреле, в мае. Лучше стало жить? Ну, хуже, конечно. Хуже стало жить. Здесь понятно. Позиция ваша ясна мне. Дальше. Как человек с такой позицией? На какой хрен вы выходите по телеграмму с Павлом, который с российской стороны... Вы понимаете, что он с российской стороны? Ну, с вражеской. Да, с вражеской стороны. С Павлом, который с вражеской стороны, через телеграм, начинаете ему рассказывать о том, что там происходит вокруг вас. Мотив ваш? На тот момент у меня был один мотив. Мне надо было как-то вернуться к матери, к отцу и к дочке. И таким образом на тот момент, я думал, может, как-то подскажут, как есть коридор какой-то. Потому что у меня там остались все. У меня здесь никого нет. Вы решили помочь? Нет, не помочь этими передаваниями, а изначально поинтересоваться, есть ли какой-то... А он потом, а что, как у вас там, что вокруг происходит? Понял. Вы решили путем общения личного с представителем России помочь себе выехать к дочке. Как-то... Да. На тот момент это так. Вы думали, я буду общаться, подружусь, мне помогут. Так? На тот момент, да. Ну. Так это же просто. Чего вы сразу об этом не смогли объяснить? В чем проблема? Где здесь изливать душу? Если нет никого изливать душу. Да, да. Ну, если я правильно понял вас. Правильно, конечно. Правильно понял. И вы при этом утверждаете о том, что вот эта вот информация, которую вы передали в 11 часов в 26 минут, вы не... не понимали, что туда можно прилететь. Без скорости вообще. Почему? Потому что тогда на 20... Я не говорю про скорость. Я говорю, угрозу вы понимали, передачи таких данных? На тот момент нет. Ну, я понял, да, нет и как в целом. Ну, понять же надо? Правильно? Ситуация, конечно. Тут надо, знаете, пять часов, наверное, с вами общаться, чтобы понять досконально. Тут хотя бы так понять пытаюсь в общих чертах. На данный момент вы понимаете, что та информация, которую вы передали, представляла для российской стороны интерес и опасность для украинской территории? Понимаю. На данный момент вы это поняли? Вообще хорошо. Все. Вы понимаете, что такие действия, как ваши, наказуемы? Понимаю и вот наказали. Сколько лет? Пятнадцать. Пятнадцать лет. Ну, тут хотя бы срок внятный за такие действия. Потому что, если кто-то не посмотрел, то вот были здесь же общения, где за такие же действия почему-то два года. Да, понятно, тут есть последствия, там последствий нет. Но, в принципе, насколько я знаю, отталкиваются не от последствий, а от сути совершенного деяния. То есть, два и пятнадцать за одни и те же действия. Лично для меня это непонятно, как это работает. Обратитесь к российской стороне, пусть вас забирают. Ну, раз вы для них свой человек и раз вы уже на данный момент хотя бы понимаете, что вы работали в их интересах. сработали в их интересах в одном эпизоде. По факту это так. Ну, по факту, да. Не, я не говорю сейчас ваше субъективное, что вы думали на тот момент. Я говорю, что получилось по факту. Вы сработали на их сторону, вы получили пятнадцать лет по закону, все закономерно. Обратитесь, пусть вас заберут. По нашим законам, да. Да. Статья, срок, часть. Да, да, да. А что мне говорить? Я не знаю, что хотите. А не хотите, а вообще можете не говорить. Ну, ладно. А к кому именно там обращаться? К Путину, конечно. Он же обещал вас защищать, таких вот помогающих. Можно я откажусь от этого? Спасибо. Естественно. Потому что, я еще раз повторюсь, но уже не на камеру, это не было коростью, это просто вот такое… Я работал здесь три года. Жил, в электричках катался, потому что жить не было. И тем не менее, руки не опускал. Я понял. Я то, что у вас неблагополучная история вообще сама по себе получилась, это я понял. Ну, и это как бы то результат, итог. И тем не менее, всех тех, у кого чуть жизнь не сложилась, и они решили таким образом поступить, как вы, ждет наказание. Служба безопасности Украины работает. И все с подобными делами будут найдены и жестоко покараны. Вы это понимаете? И, наверное… Нет, я за вас не хочу отвечать. Если бы вы знали наперед, что будет, общались бы с этим? Нет, конечно. Все ясно. Все. До свидания. До свидания. Меня звать Владимир. Как вы видите уже по удостоверению, да, вы его там посмотрели, в общем. Да. Покрутили. Зачем записываем интервью? Интервью. Что вы поняли для себя? По поводу того, что я здесь нахожусь. Ага. Что я понял? Ну, зачем вы вот это вообще? Что я являюсь военнопленным. Нет. Человек военнопленным. Ну, я считаю, да. Я считаю, да. Давайте тогда по порядку. Политическим военнопленным. Хорошо, давайте тогда по порядку. Даете ли вы добровольное согласие на записи и публикацию этого видео? Фамилия, имущество, дата рождения, откуда вы? Коломенцев Александр Александрович, 1993 года рождения, город Купенск, Харьковская область. Так, за что осуждены? Осуждены за сотрудничество с Российской Федерацией. Каким образом? Когда, где? Ну, когда российские войска зашли на территорию Харьковской области. Да. Куда именно? Ну, конкретно в Купенск. Да. Я работал до этого на предприятии Купенский КХП, главным инженером. Угу. Угу. Когда зашли русские власти, директор предприятия... Надо вода берите. Да. Да. Директор предприятия уехал. Да. И я остался за старшего. Что за предприятие? Угу. Угу. Купенское КХП, элеватор. В зерно, да? Ну, да, элеватор, в зерно. Угу. Угу. Потом мы... Когда появилась администрация, Купенский военно-гражданская администрация Харьковской области, собрали всех предпринимателей, фермеров, для того, чтобы работали, продолжали выполнять свои функциональные обязанности. И назначили меня директором предприятия. Кто собрал? Кто назначил? Военно-гражданская администрация. Военно-гражданская администрация возглавлялась кем? Ганчев Виталий Константинович. Где он сейчас? В России. Бежал в Россию? Э? Убежал в Россию? Наверное. А вы еще не убежали? Не было возможности. В смысле? Ну, мосты подорвали, и я не успел выехать. Но вы хотели выехать? Да. А, смотрите, так чтобы я понимал, вы пророссийский настроенный? Ну, у меня весь род с Россией. То есть вы пророссийский настроенный? Ну, нормальный я российский человек. Я славянин. Славянин? Да. При чем здесь славяне? Ну, славяне это и россияне, и украинцы. И поляки? Нет, поляки нет. Что вы говорите? Ну, то я говорю. Ну, вы дезинформированы. Ну, вот у меня такая вот информация с его оба. Откуда у вас такая информация? Ну, со своих источников. Из своих источников? Да. Ну, в общем, я, наверное, не буду мешать жить вам в этом иллюзорном мире. Хорошо. Если россияне, где 190 национальностей, среди которых совсем не славянских, больше, наверное, половины, почти все не славянские. Да. Если россияне славяне, а поляки, которые там на 100% практически все славяне не славяне... Ну, упустим. Ну, а это зачем? Славяне, славяне. Потому что, ну, вы, я как бы с этого... Ну, я поддерживаю, да, российскую власть. Во. Все. Все. Поддерживаете российскую власть. Просто, чтобы у нас не было этого разговора, знаете, типа, ну, шо, там, надо же было работать. Нет, нет, я поддерживаю. Поддерживаете. А почему еще есть какие-то аргументы? По поводу. Поддержку. Почему поддерживаете? Ну, я же говорю, у меня все родственники в России. Есть. Еще. Ну, я нормально отношусь к русскоязычному населению. Есть. Я тоже нормально отношусь к русскоязычному населению. Смотрите. Ну, меня устраивает много чего в Украине. А в России все устраивает? Да. Все устраивает? Да. Там все хорошо? Да. Есть. Ну, опять-таки. Сколько лет вы получили? Тринадцать. Тринадцать лет. Так. Ну, шо тут, собственно говоря, спрашивать? Мотив ваших действий понятен? Да. То есть вы поддерживаете ту сторону. На основании каких-то своих взглядов не убежали, потому что… Не было возможности. Просто не смогли. Да. Хотите на обмен? Да. Все ясно. Все так кратко, в общем-то, и все, по-моему, исчерпывающе. Единственное, что, ну, хочу от себя добавить, что тот, кто остается на оккупированной территории, добровольно начинает сотрудничать с администрацией оккупационной, оказывается на вашем месте. Ну, и так, чтобы люди просто понимали. Не, я знаю, да. Так, да? Да. То есть будете изловлены из БУ и жестоко покараны? Да. Срок до пятнадцати и до пожизненного. Хотите что-нибудь от себя сказать? Да, хочу. Можно обратиться к Министерству обороны Российской Федерации. Прошу вас, чтобы меня обменяли на ближайшем обмене и обратиться к министру по правам человека, что я даю добровольную взгоду на обмен меня на военно-пленного ЗСУ. Также обращаюсь к военно-гражданской администрации, чтобы помогли в произведении обмена. Окей. Давайте следующего зовите. Микрофон. Меня зовут Владимир, я журналист. Можете ознакомиться. У нас удостоверение. Просто некоторые почему-то хотят его обязательно посчитать. Знаете зачем я здесь? О чем говорим? Так, особо не знаю. На обмен писали? Да, писал. Хотите на обмен? Да. Сколько лет у вас срока? Двенадцать. Двенадцать лет, понятно. Общаемся, показываем. Обращайтесь к той стороне. Заберут, не заберут вас, я не знаю. Вы даете добровольное согласие на записи публикацию? Да. Фамилия, имя, отчество, дата рождения откуда вы? Резниченко Денис Валерьевич, 1989 года рождения. Харьковская область, город Изюм. Харьковская область, город Изюм. За что осудили вас? Коллаборантство. Коллаборантство. Я понимаю, а детальнее? Работал сторожем. По началу просто здание было, а потом стало здание полиции. Вы работали сторожем, охраняли просто здание, пока не был оккупирован Изюм, да? Да. А потом они там сделали, оккупационная власть там сделала, типа отдел полиции. Да, да. Ага. И вы дальше продолжили его охранять? Ну, да, скажем так. Ну, деваться некуда было. А вы поддерживаете Россию вообще, да? Ну, вы пророссийский человек. Да, ну, как вам сказать, и нет, и нет, и нет, и да, и да, и нет. Давайте, вы сделаете свой выбор. Хочется просто работать спокойно и, ну, не в тюрьме. Вот так вот. Ну, как вам сказать? Я не знаю, я никогда не давал интервью. Я не... Да, понятно, что у меня здесь не профессиональные спикеры. Это ж... Как бы никто и... Никто и на ваше красноречие не рассчитывает. Я просто не могу понять, как это у вас делюга очень такая... Раз и все. Да, остался там. Да, вот они захватили вот эту вот админбудивлю. Вы, ну, вы, вызналы. Правильно? Ну, работал же, да. Ну, что скрывать. Ну, добровольно же работал. Получается, да. Тут и подписи, и какие-то переговоры, экспертизы. Короче. Стоп, а вам еще удостоверение какое-то выдавали? Да я вот у кого-то в суде и увидел удостоверение. Ну, шо значит, кто-то в суде увидел? Вы думаете, его в суде напечатали? Не, ну, оно-то я видел, его в суде мне предоставили, а до этого-то... Ну, там было на вас напечатано удостоверение, как на кого? Ну, те, кто работали, там на всех было напечатано. Кто вы были по удостоверению? Ну, как я прочитал, тогда была патрульно-постовая служба. А, то есть вас в ППС записали? Ну, получается так. А вы как охраняли это здание, так его и охраняли? Я приходил вечером, утром уходил, ночью там. Вы понимаете, что они вас как раз вот этой вот ксивой по ходу и подставили? Они же? Ну, теперь как чуть-чуть начал вот это осмысливать и теперь... Хорошо. А что вы можете в таком случае сказать про свою подпись, где вы расписываетесь в получении этого? Были много случаев такие, дали лист бумаги, там надо поставить подпись, а мы потом распечатаем, вон там покажем. О, преступление же скрыто, все понятно теперь. Ну, бывало такие вот. Теперь все ясно. А то так просто сначала все выглядело. Я охранял, охранял, сидел, пришли, дальше охранял. Ну, вы получили ксиву, вы за нее расписались. Не, ну, из ваших слов вы не знали, что вы получили ксиву, а просто расписывались на пустых листочках. Ну, вы же понимаете, да, как это звучит? Теперь, да, как уже время прошло, чуть-чуть мозги стали... Нормализуется, да? Да, наверное. Теперь, да. Отрезвляет чуть-чуть. Да. Еще бы повторили раз такой путь? Да нет. Лет вам дали? Двенадцать. Двенадцать. Отсидели вы меньше года? Ну, двадцать шестого был год. Год был? Да. То есть... А, ну да. Ну, и что вы можете об этом сказать? Ну, одиннадцать лет сидеть. А если Россия вас не заберет? Будем сидеть, а что делать? Другого-то... Меня что-то не отпустят. Ну, вы для России свой? Ну, я лично не думаю. Это... Как они... Почему вы не думаете? Если вы на них работали, они вам вон ксивы выписывали? Да, ну, я считаю... Они сами вас официально, формально записали в своих? Я считаю, просто это... Завели народ в заблуждение, да и все. Народ тогда был в панике, ничего не это... Не соображал. Еще бы в панике. Расскажите, как к вам заезжали российские войска? Да, как... Проснулись, а уже все под Россией. Вот так вот. Флаги везде вешали, да? Да не, ну, флагов не было тогда еще. Нет. А какие-то референдумы они там пытались проводить? Я не знаю, я на них не ходил. Ну, понятно. Нет, были там что-то на площади это... У них же чуть-чуть сразу референдум. Нам молодежи оно не интересно было. Угу. Ясно. Не, ну, я к тому, что, ежели они вас в своих записали, то вы, вероятно, для них свой. Значит, наверно, надо вас забрать? Ну, я же ведь с них нелавнение не знаю. Что вы можете порекомендовать таким, как вы, которые, ну, не дай бог там находятся на оккупированной территории? Надо делать то, что вы делали? Нет, не надо. Потому что что? Наказуемо. Потому что будете пойманы службой беспеки Украины и жестко от... Покараны. Жестко покараны. Вот. Вроде бы, казалось бы, все так просто, блин. Что-то люди не доходят до них. Верят в рашку, наверное, да? Ну, прикиньте, они к вам зашли, они оккупировали такую большую часть. Они же там, ну, такие, наверное, все прям гордые такие, да, ходили? Да, гордые, сказал бы, бухие, да, и все. Бухали? Да они там, да. А вы? Что, вы с ними не бухали? Не, мы сами собой. Как до войны. Своей компании? Ну да. Кто мы, а кто довоенных, какого? Да и они к нам, что им с нами, как говорится там. Не очень, да, взаимоотношения были или нормальные? Я просто понять не могу. Да не, ну, я вот порасканул, ну, люди-то говорили. Не, были и нормальные, были и ненормальные. Были такие, что и отстреливали даже. Вот они тоже мародеры были, там, лазили по домам. А мародеры это кто были? Свои местные? Не, ну, Слуганская вот это вот. Даже, ну, было. Их стреляли, наверное. Шалупонь вот эта вот, которая бы приезжала, типа местные жители Слуганского области? Да, да, да. Ага, да, те, конечно. Было, что отстреляли их. Тебе при русском, при русском мире уже к тому времени 9 лет пожили? Ну, тоже, да. А почему мародерили, сказали, как там война началась, говорит, вы ж у нас отбирали. Так и говорят, вы же у нас отбирали? А что вы у них отбирали? Я не знаю, что там не было. Ну, таких, я не понял, что мы у них там отбирали. Ну, то есть бабушки ж вопрос задают им это. Они же говорят, вы же как там у нас воевали, тоже там машины забирали. Ага. На своих вот этих казаков, которые там отжимали все, у них же там. Короче, это униженные, обиженные люди, которые, до которых, наверное, уже дошло в глубине души, что они предатели, они никому не нужны. Их все тупо ненавидят, короче, они везде всю жизнь будут предателями. Что в Рашке, что у нас. Ну, им только остается бегать вот по своим же бабушкам мародерить. Что они там намародерить вообще мали? Что они там отжимали? Да, я не знаю, у нас и город не богатый там, и брать нечего. Ну, да. Кроме машины там, в Таврии, ну, такую же улицу. На нем еще уедь попробуй. Я же говорю, и то никому не нужно. Короче, я не знаю, ну, вы можете там обратиться, пару слов сказать от себя, чтобы вас забрали. Да, что мне говорить. Я не подготовил здесь. Ну, Владимир Владимирович, ты обещал защищать таких, как я. Забери меня там, я не знаю, в Рашку, короче. А можно отказаться? Я не буду говорить. Обменять. Ну, можно вообще все. Не обменять. Кроме того, что нельзя. Отказаться можно точно. Хорошо. Не хотите больше ничего сказать? Не-не-не. Понятно. А что у вас семья? Есть мама, папа, жена, дети? Да, мать в изюме, а дочка с женой, ну, гражданская, в Венгрии. Видите, какая ситуация? Ну, получилось как? До войны она в Польше была. Началась война. А что в Польше делала? Работала. Работала. Да. Приехать не успела. А в марте, как скажем так, зеленая дорога была, только детей можно было. Ну, она там встретила дочку эту, вывезли. А больше ж не выпускали никого. Угу. 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 Дочке уже 13 лет. Ну, они у вас нормальные, да? Они там… Не, нормальные. С Рашкой, я так понимаю, не особо. Если люди в его… А их глаза не бачил. Они, короче, понимают, что, да, что к чему. Ну, да. Потому что вот перед вами был чувак, так рассказывает, говорит, в Рашке говорит, все хорошо, вообще супер. Я не знаю, стоит ли его переубеждать. Хай поедет, посмотрит. Корректировщик. Да? Да. Это ваш приговор? Да. Кому отдавать? На стол положите просто. Угу. Меня зовут Владимир, я журналист, блогер. Может, вы даже видели где-нибудь там, слышали? Слышали? Растегните чуть-чуть. Чуть-чуть. Вот, все-все-все-все. Слышал, видел. Тогда говорите чуть громче, пожалуйста. Слышал, видел. Отлично. Так, вырок пока мы отставим в сторонку. Я смотрю, он у вас не сильно плотный, да? Две странички. Я так понимаю, угода с прокурором, не? Можно так сказать. Ну, вызнав она. Ну, вызнав. На обмен писали вы? Писали. Ходите на обмен. Ну, общаемся. Можете обратиться туда, в ту сторону, чтоб вас забрали. Ну, сначала, в первую очередь, даете ли вы добровольное согласие на записи и публикацию нашего видео? Конечно. Фамилия, имя, имя, отчество, дата рождения? Пиньковский Константин Валентинович. 14.08.95 год. Мистер Севердонецк, Луганская область. Так. За что? Осудили вас? По 111-й. Часть седьмая. Это Державна Зрана? Ну, как мне, как мне объяснили, точнее объяснил адвокат, коллаборант. Все. Больше. А в чем заключается коллаборация? Типа… Как? Как? Я не знаю, как ответить. Правильно. Ну, то, что… Типа… Тут неправда. Так? Написано. Тут неправда. Или что? Что вы хотите сказать? Не, ну… То, что там написано, конечно… Там… Только одно. Там… 16-я школа. Больше ничего. Ну… Вы корректировали огонь на 16-ю школу. Так? Да. Думаете, этого недостаточно? Это… Сколько лет вам дали? 12 лет. Думаете, корректировки на школу недостаточно, чтобы получить 12 лет? Достаточно. Мне кажется, что можно и пожизненное влупить спокойно. И ничего, даже… Никакой моральной, никаких маленьких барьеров я не вижу в этом смысле. Ну, если вы сознательно навели на школу. Вы тогда расскажите подробнее, что это было? Глупость… У меня там, скажем так, девушка… Написано, что девушка… Ну… Как она… Эта девушка мне объясняла… По… Телеграмму… Что… Типа… Ничего будет… Ничего не будет, короче… Если что там… Надо будет… Я сам не знаю, откуда она взялась… Она просто написала мне в Телеграм… И все… А как она… Узнала ваш там, не знаю… Номер… Я не знаю, как она… Ну, вы, наверное, в каких-то группах состояли… Типа, вот такого, пророссийского толка… Нет? Нет… Я не состоял… В чатиках, в Телеграмме… Вы ни день ничего не писали там… Нет… Я не писал таких… В чатиках… Я… Нигде там не состоял… Я обычный рабочий был… Ходил на работу… Домой… Собака… Все… Утром… Вечером… Продавец… Что продавали? Овощи, фрукты… На рынке? Супермаркет… Супермаркеты продавали вообще… Ага… Понятно… Ну, прикольно… И… Жена? Дети? Была… Девушка… Скажем так… Был бы ребенок… Уже как… Ну… Два года… Получается… Три… Три года… Я с ней… П… Пожил… И… Год вот этот… Который… Меня забрали… Вот… В том году… Родилась девочка… И… В… То есть вы жили в гражданском браке, да? В гражданском, да… В гражданском… От вас у нее был ребенок… Родился… Родился, да… В том году… Ребенок… Неделю не прожила… И… Она… Умер ребенок… А… Умер ребенок… И… Дальше… Ммм… Работа… Ну… Она дома была… Я на работе… Собака… Утром… Вечером… Больше ничего… Смотрел фильмы… Ну… Такого… Еще раз… Какого населенного пункта… Это… Это… Населенный пункт… Это… Город Северодонецкий… Северодонецкий… Понял… Эээ… Эээ… Вы… Не… Не были активным пользователем… Как я понял… Интернета… Нет… Нет… Фейсбук… Может… Одноклассники… Одноклассники… Нет… Они же заблокированы… Как я… Да… Я знаю… Некоторые умудряются… Да… Но я этим не увлекал… И ВК тоже нет… Нет… Фейсбук… У меня есть… Но я там… Ну… Я понял… Оно мне там… Просто странно… Тут… Раз… И вам пишет какая-то девушка… Короче… Что она вам пишет? Пишет… Типа… Добрый день… И… Слово… Которое там было… Эээ… Какое слово? Ну… Это… Моя имя… Фамилия… Отчество… Вот… И… Напишет… Пишет мне… Типа… Эээ… Там… Все… Типа… Сдавайте… Я уже… Не… 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 Инвалид детства… Я так могу запинаться… А вот… Да-да… Ничего страшного… И… Эээ… 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 Ну… Там написано было, что типа… Все будет хорошо… Ну… Ну… З… Давайте там… Пятая-десятая… И то… Мне кажется, что… Вот… Украинские… Симка… Вот… Я думал, что это… Ээээ… Прикол… Потому что… С… Украинской… Симки… Ну… Я… Я… Даже… Не знаю… Если бы хотели… Россия… То было плюс семь… Ну… Я не знаю даже… Как даже объяснить вам… Константин Валентинович… Эээ… Я… В этом… Я в этом… Я пытаюсь понять… Как можно подумать, что это прикол… Если там… Чуть в полуофициозе таком пишут… Добрый день… Фамилия, имя, отчество… Сдавайтесь… Да… Помогите… Ну… Как можно понять, что это прикол… Так же написано было… Как я из ваших слов… Ну… Там немножечко было по трону… Ну… Как… Типа… Добрый день… Эээ… Имя, фамилия, отчество… Эээ… Мы типа… Русские… Русские… Типа… С России… Вот… Сдавайте… Ну там типа… Позиции… А я… Как-то… А вы подумали, что это прикол… Ничего себе прикол… Ну я… Не… Я на всякий случай для зрителей опять-таки… Если вдруг кому-то напишет такие вещи… И кто-то подумает, что это прикол… И можно в таком отношении пошутить… То… Снова уже такие будут пойманы СБУ… И жестоко покараны… Ну так или не так? Ну то есть… Двенадцать лет… Тринадцать лет… Я слышу такие срока… Пятнадцать лет… Пятнадцать лет… Пожизненная… Ну то есть… Вообще не смешно… По итогу… Как бы… Ну… И что вы решили предпринять после ее сообщений? Ну… Я… Это… Шестнадцатую школу типа… Навел… И все… Больше такого там… Так а что вы решили навести? Вы ей поверили? Что надо сдаваться? Что… Там… Рузи придут… Короче… Мотив ваше действие? Мотива… Никакого не было… Нет… Потому что у меня был… Это… Скажем так… Так… У меня… Такие… Ну… Особо… Конечно… Мотивов таких не было… Чтоб там… Деньги передавали вам? Нет… Не сбрасывали, не подкидывали, ничего такого не было? В приговоре нет… Так… Чем же вы руководствовались? Глупость… Молодая глупость… Как осталось? Сколько вам лет? 28 лет… Вот… Было… 14.08… Та уже вроде не ребенок… Ну да… Нет… Давайте… 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 Короче… Просто раскроем… Почему вы это сделали? И все… Больше я от вас ничего не хочу… Просто вот… Чтоб зритель наш понял… Зачем вы это сделали? Почему? Я даже… Сделал… Ну сделал… Как-то… Сделал… Ну сделал… Что… Я ни в чем… Ну если так… Слить… Зрителям… Если… Сказать… То… Я даже не знаю, как ответить… Ну… Сделал… Сделал… Потому что… Я… Не знаю, как ответить… Правильно… Зрителям… Вы идете… Хлеб покупаете в магазин… Зачем? Чтобы кушать… Чтобы кушать… Верно… Вы идете… Наводите на школу… Зачем? Зачем… 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 Мало… Понимал… Мало… Понимал… Понимал… Так… Вы были бы виновны в смертях людей… Кто бы там в той школе не находился… Понимали? Сейчас понимаю. А тогда? Тогда... У меня ребенок... Нет, может, из-за ребенка у меня так сдвиг пошел. Из-за смерти ребенка? Вы были злые на мир, на жизнь, на людей? Как-то так? Это можно понять? Мне, как сказали в Севердонецке, в этом больнице, где она рожала, раз в год 5-6 детей умирает. Я как-то... Сказали. Сказать, что хочешь, можно. Кому хочешь. Да. Вы как-то проверяли эту информацию? Да, проверяли. И еще? Сделали эти вещи. Что делали? В этом больнице... В этом больнице... Как мне сказали, что в этом больнице раз... Как мне сказали? Я не очень могу свести в это все в кучу, то, что вы сказали, но я так понимаю, что из полученной информации, полученной психологической травмы от смерти ребенка, вы решили сделать какую-то гадость? Как вы относитесь к Украине? Нормально. Слава Украине? Я прям слова. Чей Крым? Украинский. Почему человек с вашими взглядами может вдруг в один момент решить навести на школу российскую арту? Или российскую там ракету, не знаю, что угодно. Почему? Это очень важно понимать. Если вы торговали фруктами в каком-то маркете, жили, у вас была девушка, вы полноценный нормальный человек. Вы отдаете отчет своим действиям. И тем не менее, вы решили это все сделать. Хорошо. От этой девушки было одно сообщение в Телеграм? Несколько. Что там писалось еще? Что-то там за Крым было. Не помню, что-то там было за Крым. Как вы передали информацию? Чистый Телеграм. Что, вы пофоткали? Не, не фоткали. Локацию скинули? Локацию скинули? Локацию скинули. Локацию скинули. Пришли в школу и кинули локацию? Нет, через Google Maps. Вы не можете объяснить, почему вы это сделали? Я не добьюсь от вас. Заметьте, это не допрос. То есть я не пытаюсь установить что-то свыше того, что вы сделали. Я пытаюсь всего лишь понять, почему вы это сделали. Сделай и так сделай. Просто не могу вам объяснить, как это было. У вас было какое-то негативное отношение к Украине вообще? Она меня кормила, она у меня пенсию дала. Кто? А, Украина. Украина. Вы же за Украину. Ну да, ну как за государство, я понял. Вы инвалид детства, да? Да, инвалид детства. У вас пенсия какая-то была? Пенсия. А сейчас я эту пенсию уже не вижу на данный момент. Я не знаю на данный момент какие там есть нюансы. Это не суть разговора. Я просто к тому, кого использует Россия, вот в частности. Стариков. Запугивают. Были тут вчера. Старики, которых запугали. Инвалидов детства таких как были. Короче, людей, которыми можно относительно легко сманипулировать. Вы понимаете, что вы сделали глупость? Огромную. Жестокую. В жизни, да. И это до конца моей жизни. А сейчас вы хотите на обмен, чтобы вас Рашка забрала? Если заберет, то заберет. Оставь надежду всяк сюда входящий. Скажу тебе так. Все, иди. Это не тот случай вообще. Да я еще понимаю. Этого первого, который был, они еще могут забрать. Потому что он приходит и говорит, я вот это за Россию. Потому что там славяне, а везде не славяне. Ну примерно так. То есть я вижу, что это торкнутый. Он вроде бы как нормальный выглядит, но не вменяшка. Такого могут забрать. Ты говоришь, слава Украине, героям слава, Крым наш. На хрена тебе Рашка должна забрать туда? Ну если ты правукраинский человек, на хрена тебя Рашка будет забрать? Ты хоть понимаешь, что такое обмен? Ну я так и думал. Ну я так и думал. tendonяк Así recognize Д Write Биа